Привет, на связи Алина и онлайн школа Умскул. В этом ролике мы будем разбирать с тобой мультфильм Валли и экологию в задании номер 31. Для начала я быстро представлюсь. Меня зовут Алина, сама я сдала ЕГЭ по географии дважды на 92 балла в 2018 и 2022 годах. Также летом прошлого года я окончила геофак МГУ с красным дипломом и сейчас готовлю ребят к ЕГЭ по географии уже пятый год. В прошлом году каждый пятый стабальник России учился с нами и каждый третий мой выпускник сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов. Сейчас мы находимся на моем ютуб канале, я рекомендую на него подписаться, поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех трансляций, выходящих роликов и уроков и вместе готовиться к ЕГЭ. Помимо ютуба у меня есть также телеграм-канал, его можно найти через поезд Географ и Глобус или же перейти по ссылочке в описании к этому видео. Там много пользы для ЕГЭ, про жизнь и про студенчество. Буду ждать тебя в телеграм-канале. Ну а это занятие, оно посвящено разбору мультфильма Валли и тому, где эти знания могут пригодиться в задании номер 31 по разделу экология. Такой тип задания появился на ЕГЭ впервые в 2022 году, поэтому давай будем разбираться. Последний робот на земле. Запрограммирован на уборку. Итак, техническое. О чем в целом был мультик Валли? Если не смотрели, то я рекомендую его пересмотреть. В начале 22-го столетия из-за огромного количества неперерабатываемых отходов планета становится совершенно непригодной для жизни. И люди оставляют планету роботом расчищать ее от мусора. Люди покидают планету и в надежде вернуться через какое-то время бороздят на бескрайних просторах вселенной. На очистку планеты в это время брошены тысячи роботов серии Валли. И в 2805 году вся планета по-прежнему заполнена мусором, часть из которого роботы Валли уже сложили в многочисленные огромные башни. Эти башни очень похожи на небоскребы в мультфильме, но это не небоскребы, это как раз те горы мусора. О чем в целом этот мультик? Этот мультик про проблему твердых коммунальных отходов. ТКО или же твердые коммунальные отходы, это предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. То есть это по сути, если говорить проще, мусор. Каким образом можно обращаться с ТКО? Во-первых, собирать, накапливать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и размещать каким-то образом эти отходы. Давайте рассмотрим виды обращения с ТКО, их плюсы и минусы. И то, как это можно использовать для аргументации в задании номер 31. Первый и самый простой, самый дешевый, самый быстрый способ, это просто захоронение твердых коммунальных отходов, то есть создание свалок, полигонов мусорных, которые никак абсолютно не контролируются, но зато это дешево и быстро. Какие минусы есть у этого способа? Во-первых, это использование больших площадей под полигоны и ущерб окружающей среде, вообще всем компонентам природы. Из-за этих свалок загрязняются подземные и поверхностные воды. Каким образом? Представьте мусорный полигон, то есть свалку с мусором, проходит дождь, вода дождевая проходит через эти горы мусора, просачивается в подземные воды вместе со всеми токсичными веществами, которые содержатся в этой свалке. Попадают в подземные, а далее в поверхностные воды. Параллельно происходит загрязнение почв, а также загрязняется атмосфера. Поэтому захоронение ТКО это самый экологически неблагоприятный вид обращения с ТКО, но если смотреть со стороны экономистов, то он точно самый дешевый. Есть еще один вид обращения с ТКО это сжигание. Сжигание мусора, оно тоже имеет свои плюсы и минусы. Конечно, это в целом уменьшает количество отходов. Параллельно на мусоросжигательных заводах производится тепловая и электрическая энергия. Также сокращается загрязнение почв и вод. Происходит экономия при транспортировке отходов. То есть для того, чтобы вывести отходы на свалку или мусорный полигон, все-таки есть какие-то издержки, которые пойдут на покрытие расходов на транспортировку. Здесь они ниже, поскольку часто, например, в Москве мусоросжигательный завод вообще находится в пределах города. Но какие есть минусы и почему этот способ не используются активно, например, в России. Это высокая стоимость строительства заводов. Для того, чтобы построить завод, который будет нести минимум экологического ущерба, нужно вложить огромные денежные ресурсы. Поэтому это не так популярно, но во многих развитых странах, например, в Японии, такой вид обращения с ТКО является весьма популярным. Ну и от работы мусоросжигательного завода происходит загрязнение атмосферы. Самый экологически правильный вид обращения с ТКО это переработка. Когда мы перерабатываем какие-то, ну, какие-то отходы, то происходит уменьшение в целом количества этих отходов и стоимость сырья для переработки низкая, потому что мы используем мусор в качестве сырья. Какие бывают минусы? Это часто низкое качество выпускаемой продукции, то есть продукции, переработки. Узкая область применения этой продукции, то есть ее нельзя использовать широко. И сам производственный процесс также является экономически затратным. Все эти плюсы и минусы, которые я привела на слайдах, можно использовать в аргументации задания номер 31. Надеюсь, что было интересно и полезно. Забирай больше полезного материала для подготовки в описании под этим видео, переходи по ссылочке и не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Большое спасибо за просмотр, с вами была Алина и онлайн школа Умску.